Река Ламедин протяженностью в 78 километров обеспечивает водой жители близ лежащих сел. Проблема грязной воды здесь не новая. Жители села Караджигач вынуждены пить и использовать воду, рискуя своим здоровьем. По проекту АРИС устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии была реабилитирована система подачи воды. Распредсед делится на две зоны. Зона первая зона, вторая зона. Вот на каждую зону по отдельности здесь у нас имеется бактериальная установка, которая будет подаваться со скважин. А кстати, скважина у нас здесь три скважины в данный момент рабочие, работает. Это значит, мы реабилитировали согласно проекту, две скважины реабилитировали, одну скважину новую построили глубиной 260 метров. И в данный момент вот это все население обеспечивается из трех скважин. Это значит, две скважины на две зоны, а третья – это резервная скважина. На сегодня реабилитационные работы завершены на 97%. Были установлены две водонапорные башни, пробурена скважина и проложены внутриплощадочные сети водопровода. Водопроводная сеть протяженностью 18 531 метров. И дополнительно было построено еще 3511 метров. Всего у нас получился, грубо говоря, 22 километра водопроводный сеть построено. В данный момент все воду мы дали, население водой уже питается. На это все ушло, согласно нашей смертной документации, 60 миллионов 354 тысячи сомов. На сегодняшний день на более тысячи домохозяйств были установлены водомерные счетчики. Субсидии на эти работы жители получили от АРИС. Это 70% выделенных средств и остальные 30% от Аилы Кметы. Весь перечень документов были собраны вовремя. Администрация Аилы Кметы. Программа замечательная, потому что она касается жизнедеятельности граждан нашего села. Моей семьей мы сделали все нормативные те параметры, глубину, ширину, которая обеспечивается, указана АРИС. В итоге проект был сделан добросовестно, Аилы Кметы нам вызвалось помогать повсеместно. Водомерные счетчики будут фиксировать количество израсходованной воды в кубических метрах. А главное, жители могут экономно использовать водные ресурсы. В конце каждого месяца пользователи будут оплачивать счета. В планах со следующего года мы тоже уже будем как бы начинать, то что мы тоже уже входим в эту биллинговую систему. За каждый месяц, то есть получается, абонент пользуется водой, там стоит счетчик, водомерный счетчик. И каждый абонент, кто сколько употребил, так это входит сразу в компьютер, в эту биллинговую систему, и оттуда выходит счета. Проект АРИС «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии» реализовывается в 95 селах Чуйской, Иссыкольской и Оржской областей, охватив 99 социальных учреждений страны. Мероприятие включает в себя строительство новых систем водоснабжения и модернизируются санитарные узлы. Проект именно по ТАЗАСУ программы АСУ у нас началось в 2021 году, а именно по туалетам проект начался в 2022 году, в конце августа. Проект на данное время уже реализован. У нас в село идет каптажная вода, то есть с реки Аламидин вода не чистая. Все нормы и стандарты не соответствуют. К 28 числа мы уже всю полностью коммуникацию закончили. Подключение к населению уже почти около 70%. Санитарные узлы были установлены в средней школе имени Каратава Табалдинова во всех трех этажах объекта. В них установлены отдельные кабинки. Имеется индивидуальная комната для гигиены девочек. Для детей с инвалидностью имеется отдельный санузел с предусмотренным удобством. Во всех пилотных школах, где мы проводим реабилитационные работы по внутренним санитарным узлам, мы предоставляем возможность ученикам к мытью рук. Это обязательно устанавливаем рукомойники. Рукомойники подведены к горячей воде. Водонагреватели устанавливаются. Также все кабины изолированы. Данная кабина называется кабина гигиены девочек. Данная кабина отличается тем, что для девочек с 5 по 11 класс есть доступ к этой кабине. Имеется возможность принять гигиенический душ для девочек-подростков. На сегодняшний день проведена реабилитация санузлов в 44 социальных учреждениях. Таким образом, около 20 тысяч детей получили доступ к улучшенным внутренним санузлам. Зимой нам было очень холодно выходить на улицу, так как были морозы. Многие дети могли заболеть. И сейчас у нас теперь туалет будет внутри школы. Нам не придется выходить. И это для нас очень удобно. Все чисто, все прекрасно. И я рада, что там есть все теплое, вода, арестон, это очень удобно для нас. В рамках проекта школьники также получили знания в области воды, санитарии и гигиены. В школах проводятся акции ко Всемирному дню водных ресурсов, ко Всемирному дню чистых рук и ко Всемирному дню туалета. Так дети стали лучше понимать тему гигиены и здоровья. И теперь знают, что от проблемы санитарии могут развиваться заболевания кишечной инфекции. А потому тебя сегодня поздравляют. С прикольным этим торжеством. Пусть гигиена нас повсюду окружает. Ночью, конечно, днем. Первоначально у нас были обучены 10 учителей. Проводилось обучение в городе Бишкек. Это были семинары, тренинги. Как именно обучать детей по этой программе. В течение пяти дней мы получили новые знания именно по санитарии и гигиене, как проводить эту работу в школе. Сначала они это восприняли как-то несерьезно, но в этом году мы уже видим совсем другое отношение. Основной целью проекта устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии является улучшение доступа населения к чистой питьевой воде и санитарно-гигиенических услуг. Проект реализуется Кабинетом министров и Международной ассоциацией развития. Период мероприятия до 2026 года.